Среди вопросов, которые были затронуты в отчете главы города, рассказывая за 2015 год, один коснулся заработной платы. Были озвучены данные, сколько получили граждане в среднем, а также как оплачивался труд в сфере образования и здравоохранения. Депутаты решали вопрос о занесении на городскую доску почета представителей трудовых коллективов. По словам председателя Совета народных депутатов Сергея Свистунова, расширение производства – одно из ведущих направлений в развитии города. Поработать необходимо, конечно, надо на инвестиционной привлекательности. То есть мы создаем определенные инвестиционно-привлекательные площадки для того, чтобы привлечь потенциальных инвесторов, для того, чтобы в первую очередь создавались предприятия, на которых мы бы могли трудоустраивать жителей нашего города и естественным образом получать дополнительные налоговые поступления в бюджет города. Как было сказано в отчете главы города за 2015 год, который зачитал возместитель Виталий Юмашев, одним из индикаторов, который характеризует уровень жизни населения, является заработная плата. Присутствующим в зале были озвучены официальные данные. По данным Тамбовстата, среднемесячно начисленная заработная плата работников по полному кругу отсчитывающихся предприятий и организаций за 2015 год сложилась на уровне 19442 рубля. Темп роста составил 5,7% к прошлому году. В сфере образования в 2015 году средняя зарплата составила 17 тысяч рублей. В здравоохранении 17 тысяч 700 рублей. На этом же уровне получают в розничной торговле 17 тысяч 400 рублей. И обрабатывающих производствах 18 тысяч 600 рублей. В сфере услуг показатели ниже 13 тысяч рублей. А наибольший показатель в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности 31 тысяча 700 рублей. Бюджет нашего города остался на прежнем уровне. Не сократился и не поднялся. Даже чуть-чуть больше прибавил чуть-чуть. Но самое главное, что я хотел бы сказать по бюджету. Мы никого не сократили. Все продолжают работать. Все на своих местах. На те 180 миллионов доходов, которые у нас есть, собственных доходов, мы платим изотеры, мы платим за налоги на зарплату, мы платим всем зарплату и никого не сократили. Я думаю, это достаточно такой показатель, который говорит о том, что мы никого, все люди для нас главные люди. И мы их будем сохранять до конца. Народные избранники утвердили списки тех, кто будет занесен на городскую доску почета. В числе тех, кто был достоин звания почетный гражданин города Рассказово, в том числе герой Российской Федерации Валентин Корабельников, ветеран труда и заслуженный врач Российской Федерации Людмила Кирсанова. Они размещаются у нас пожизненно. То есть мы ежегодно доску почета, то есть у нас есть два направления. Это мы ежегодно обновляем и заносим на доску почета, как почетных гражданин города Рассказово. В список тех, кто занесен на городскую доску почета за заслуги в развитии экономики, строительства, культуры и других сфер, вошли 18 человек. Он был утвержден городским советом народных депутатов. Этот список обновляет ежегодно. Юрий Ценин, Алексей Горелкин, Новости, ТВ Рассказово.